Детали обсудили на встрече губернатора Краснодарского края и бизнесмена. Проект будет проходить на условиях государственно-частного партнерства. Самое главное, по словам Вениамина Кондратьева, чтобы «Аврора» и после обновления сохранила свое изначальное назначение. Наш кинотеатр, который на самом деле является брендом Краснодара, сегодня он находится в не лучшем состоянии. Мы сегодня можем бесконечно говорить, почему это произошло, и какие причины этому способствовали, но это никому не интересно. Все хотят видеть опять эту красивую «Аврору», этот красивый кинотеатр, который снова будет принимать зрителей. «Аврора» для краснодарцев, а для жителей края – это символ определенной эпохи. Ваш подход может быть много шире того, что было вчера. То есть не просто делать кинотеатр, а киноконцертный зал, который сможет принимать и зрителей в кино, и зрителей на концертные программы. Это будет вот тем еще одним шагом в сторону развития города Краснодара. И для вас тоже очень такой серьезный шаг. Я еще раз подчеркну, что нам очень важно, принципиально важно, чтобы «Аврора» кинотеатр «Аврора» не превратились в все эти рестораны, которые будут находиться внутри каких-то там заведений непонятного толка. Это не коммерческий проект, но я хочу к нему подойти так, чтобы визитная карточка города осталась, визитная карточка города, и мы и гордились. Мы предупреждаем сразу горожан, что, наверное, год у нас займет проектирование и все прочее, потому что мы хотим лучших архитекторов пригласить, которые внутри это все будут делать. Мы должны выбрать правильные материалы, чтобы, скажем так, точка в точку соблюсти все, что было снаружи. Потому что это очень важно. Мы все-таки не должны быть людьми, которые за собой все разрушают. Внутри, конечно, мы сделаем максимально красиво, максимально комфортно, максимально современно, чтобы горожанам было приятно, и чтобы они могли гордиться тем, что они внутри увидят. Самый известный кинотеатр в Краснодаре. Третий год стоит за забором с разбитым фасадом. До такого состояния «Аврору» довели строители, которые занимались реставрацией здания. В мэрии договор с недобросовестным подрядчиком расторгли. Для Сергея Галицкого это уже не первый социальный проект в кубанской столице. Бизнесмен создает в городе новый парк на площади 17 гектаров рядом с футбольным стадионом. На открытие первой очереди в сентябре предприниматель пригласил Вениамина Кондратьева. Мы партнеры, которые сегодня не раз доказали, что у нас самый главный дивиденд – это развитие экономики региона, Краснодара, рост благосостояния людей. Это самое главное, наверное, что сегодня стоит во главе угла и вашего бизнеса, конечно, и нашей работы. Вы, на самом деле, социально очень ориентированная компания, безусловно. Не каждый сегодня тот, кто может сделать город красивым, в том числе и из бизнесменов, это делает. А вы это делаете. Во время обсуждения с губернатором подробностей реконструкции кинотеатра Сергей Галицкий рассказал, что в порядок также приведут и прилегающую к Авроре территорию. Для этого специально пригласят ландшафтных дизайнеров. Помимо этого, компания-бизнесмена уже в октябре запустит завод по производству шампиньонов в восточной промышленной зоне Краснодара. Там должен появиться промышленный парк. Еще две производственные линии начнут работать в следующем году. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ.